Мне еще нравится, как некоторые люди считают, что я маленькая девочка и не знаю, как там, что готовить нужно, как убираться нужно, как вести хозяйство вообще. Какой мой молодой человек бедный просто, какой он несчастный со мной. Окститесь! Все остальные люди живут и без ваших советов. У них все ок. Были комментарии по поводу моей машинки, что она стучала так, как советская. Она тогда была на отжиме и когда бывает переборщишь немножко белья, потому что у меня нет весов и я не взвешиваю белье, сколько ложить нужно, правильно ли все, по нормам. Соответственно, когда переборщиваешь, ложишь белья больше, машинка при отжиме может просто ходить ходуном и шуметь при этом. Знаете, вот это вот мнение людей. Сделали документы, купили дом, пора рожать детей. Потому что, конечно же, я не буду заниматься этим только из-за того, что мне об этом написали вы. Обещала рассказать про фильмы, которые я смотрела. Я люблю такую категорию фильмов, которая заставляет задуматься о чем-то. В общем, фильмы такие именно жизненные. И таких фильмов я просмотрела четыре. Первый. Выстоять и добиться. Это самый первый фильм, который из разряда, знаете, вот этот учитель пришел к трудным детям в школу и заставил их измениться. Я начала читать книгу одну. Там было название этого фильма. Меня это очень заинтересовало, поэтому я посмотрела этот фильм и нисколько не пожалела. Этот фильм старый. Все картины, которые выходили после этого фильма, они очень слащавые. Этот именно вот советую. Также фильм мне очень понравился «Билет». Вообще лицо мужчины, которое на постере данного фильма, мне приснился этот мужчина. Проснувшись на утро, я понимаю, что это лицо мне очень знакомо. И я не могла вспомнить, откуда. Я даже не знала, что это именно актер. Я не знала вообще, где искать, в какой области. Просто вот были мысли такие, что я где-то видела данное лицо. Когда в очередной раз искала, чтобы такого посмотреть, наткнулась на данный постер и поняла, вот это лицо. И посмотрела этот фильм. Фильм, конечно, немного затянутый, занудный. Всякие вот эти, знаете, как я считаю, ненужные моменты, когда человек сидит и просто тишина. Шум ветра, сверчки, шум машин. Как-то, знаете, такие моменты. Может быть, они создают какую-то атмосферу в фильме. Ну, иногда это как-то неуместно, что ли, или как-то туповато. Ну, или просто перебор. Не знаю, как объяснить. Короче, фильм тоже неплохой. Он именно поучительный. И очень даже советую его посмотреть мужчинам. Но заранее скажу, что он немножко затянут. И нужно терпение. Нужно досмотреть до конца. Я, в принципе, уже в середине поняла смысл этого фильма. И что вообще хотели донести создателя этой картины. За счет своего посыла мне этот фильм очень понравился. Также я, когда искала фильм «Лекарства», вот этот новый, который был, я нашла случайно картину, которая очень старая тоже. И эта картина про двух мальчиков, которые дружили вместе. Тоже очень добрый, очень прекрасный, такой жизненный фильм. Советую для семейного просмотра. Для малолеток желательно, чтобы они посмотрели, как вообще, что такое дружба. Также посмотрела недавно «Лагерь», по-моему. В общем, я вставлю картинку обязательно. Короче, фильм тяжелый. Фильм про немцев. Он не военный. Он про военное время, но в основном про колонии. Как у нас называют это интернаты, да, что-то такое. Короче, советую. Фильм тоже к семейному просмотру. Либо людям, которые просто считают, что все вокруг говно. Посмотрите, вы найдете для себя очень много интересного. Четыре фильма, которые я только что озвучила. Эти фильмы подойдут людям, которые любят думать во время просмотра. Любят загадки какие-то. Любят что-то такое, знаете, вот драйвовое такое, берущее за душу и жизненное. Также есть у меня категория таких романтичных, сопливых фильмов. Но они такие, некоторые больше на сказки похожи. Один из таких фильмов русский. Любовь с ограничениями. Я его хотела посмотреть еще в кинотеатре. Но, просмотрев трейлер, перед походом в кинотеатр я поняла, что это будет... В принципе, фильм неплохой. Он такой, знаете, немножко с посылом на мотивацию, что ли. Немножко такой вдохновляющий. И поэтому он мне понравился. Если я после просмотра фильма испытываю какое-то офигенное состояние, значит фильм хороший. Также фильм недавно посмотрела «Бродяги» от Netflix. Тоже вот эти вот затянутые моменты есть, как они идут, где-то помолчали, посмотрели на друг друга. Знаете, в стиле, когда мы не умели снимать, вот как бы у нас получалось это. Я еще критикант тот. Может быть, стиль съемки такой сейчас моден, не знаю. Но этот фильм мне понравился тем, что он просто такой добрый, он молодежный, он действительно про жизнь, то, как, допустим, нас тягает, наша жизнь бывает, и всякие случаи жизненные. И также очень мне понравился фильм «Фантастическая любовь и где ее найти». Очень добрый, вот поистине сказочный фильм. Очень советую. К семейному просмотру вот просто. Ну, одиночкам тоже можно, разрешаю. Также не знала вообще, советовать или не советовать. Половину уже поудаляла. Короче, неплохие фильмы, такие вот, когда нечего смотреть, можно посмотреть. Это от Netflix «Спектральный анализ без тормозов». Я недавно смотрела, тоже неплохой. Можно почитать описание к рекомендуемым мною фильмам и посмотрите сами, хотите вы смотреть их или нет. Также, что мне больше понравилось двух предыдущих фильмов, это «Монстр траки» или «Треки». И недавно я посмотрела, о боже, на французском, «Невидимый гость», что-то такое. Я вставлю картинку обязательно. Неплохой фильм. Я уже так же ближе к концу поняла, что есть что, кто есть кто. Его как могли, запутывали. В общем-то, конец для меня был неожиданный. А сейчас я закончила смотреть фильм «Не стучи дважды». Я хотела пойти на него в кинотеатр, меня отговорил молодой человек. Ну, он, во-первых, не любит ужастики, а я обожаю. Я, конечно, потом буду ссать кипятком, но, блин, я просто люблю ужастики и всё. Я именно как раз-таки тот человек, который будет смотреть фильм ужасов при включенном свете во всех комнатах. Если вы такой же, ставьте палец вверх. Короче, фильм «Не стучи дважды» мне очень понравился. Я вот просто. Мало того, что есть страшные моменты, понятно, это вот эти вот стандартные, для испуга, чтобы все усрались, в общем-то. И мне понравился. Там немножко всё запутано. Сама вот история. И в конце только всё распуталось. И я даже не подразумевала, что всё так. Короче, там запутали тоже 250 раз тебя. Так же, как в фильме «Инкарнация» или «Ирка». «Инкарнация». В общем, короче, концовки у них практически идентичные. Именно по запутанности. Когда у тебя много дел, все обязательно активизируются. Все вспомнят о тебе. У меня сегодня просто такой насыщенный день. И уже, ну, все, кто только можно было, позвонили, написали, что вот срочно они обо мне вспомнили. А ещё во влоге, где я показывала дендрарий, там снова по Воронежу гуляла, я рассказывала, что во время гуляния у меня упал телефон, соответственно, разбился экран. Ну, не сам экран, а плёнка вот эта вот. Ну, я так подозреваю, я ещё никуда не относила, ничего с ним не делала. В общем, мне стрёмно. Но придя домой, я думаю, ну сейчас, вот сейчас я смонтирую ролик. Он должен получиться крутой. И вот, у меня прям, знаете, вот трясло меня побыстрее бы уже начать монтировать. И не включился компьютер. Просто вот у меня слетела винда. Вот, вот, понимаете, вот вчера был просто не мой день. Просто не мой. Задолбали эти рекламодатели со своей рекламой. Вот, давайте встретимся, обсудим всё. И вам выгодно, и нам выгодно. Ой, мы таким занимаемся, таким занимаемся. Да мне насрать, блин, рекламировать я на своём канале. Ничего не буду. И если что, обращайтесь. Да, пффф, чёрта с два. Сбегала в банк. Короче, тут подружка позвонила. В общем, сейчас будем встречаться с ней. И заполошенная выбежала из банка, забыла регистрацию свою. Вот, что значит, когда голова не на месте. Хорошо, что вы с банка позвонили. Пришла, замрала. Теперь несусь домой. Взять ноутбук, чтобы выгрузить вам ролик. Новый. Уже у сестры, моей подружки. Провела только что подружку. Зашла в магазин купить воды. Потому что у нас нет воды попить. Но, как оказалось, и нет воды вообще в кране. Ни горячей, ни холодной. Смывать унитаз я не знаю, чем мы будем. Потому что я запасную воду не набирала. Вот, всё, что смогла, взяла в бутылках. Потому что в супермаркете не было в баклажках воды. И девушка рядом, которая со мной стояла, говорит, это четвёртый супермаркет, куда мы приехали. И нет в баклажках воды. Что случилось, непонятно. Что в нашем мире происходит с водой? Вот, я открываю воду. Не течёт абсолютно ничего. Гора посуды, потому что меня целый день дома не было. С каждым днём всё веселей. Доброе утро от опухших людей. Я иногда утром, когда просыпаюсь, смотрю на себя в зеркало и думаю, Боже, кто это, кто этот опухший человек? Я вчера поздно легла. Ну, вернее, мы. Сегодня утром нужно было рано встать. Но я не смогла. Просто вот, нет. Нет, нет, не хочу. Встала только сейчас. Сейчас 9 часов. Сейчас приготовлю завтрак и новый день, новые заботы, как говорится. Прошло и полгода, я всё-таки собрала. Хочу побыстрее уже свалить из дома, потому что там написывают, написывают, написывают. Я выпустила новый ролик и всё, и пошло-поехало. Ну, а я уже побегу, потому что, блин, мне нужно сделать кое-какие дела. Ещё немножко поснимать хочу. И потом мы встречаемся с молодым человеком. Хотим сходить в кино на короля Артура, если получится. Мы ещё не знаем. Я сегодня, кстати, в платьишке. У нас, я вам скажу, довольно-таки прохладный ветер дует. Я, как всегда, одеваюсь по погоде. Была у Спартака, а билеты забыла купить. И пошла, фоткаю, снимаю. Заехала за молодым человеком. А, наверное, пойду квасок попью. Посмотрели мы вчера фильм «Король Артур», «Меч Короля Артура». Мне очень понравился. Вот реально бы почаще снимали бы такие красивые, интересные фильмы. Советую, кстати, посмотреть его в 3D, если есть такая возможность. Потому что мы случайно, я случайно взяла, купила билеты на 3D. Но нисколько мы не пожалели, что именно пошли на 3D. Фильм просто опупенный. Вот мне понравилось в этом фильме просто всё. Вот понимаете, вот всё. Это редко бывает. Особенно у тех людей, которым уже, знаете, вот всё приелось. Они уже видели всё в фильмах. Уже ничем не удивишь такого зрителя. Но этот фильм, не то чтобы он меня удивил. Да нет. Были даже моменты, где я удивлялась. Особенно прорисованный вот этот вот горящий чувак. Короче, есть моменты, которые продуманы с такой тщательностью, что ты думаешь, блин, вот нет никакого изъяна. Мне кажется, это фильм года. Этого года. Потому что навряд ли выпустят что-то такое интересное. Ну, это я, как обычно, вангую. Только что провела трансляцию. Так как-то необычно. Прикольно. И спасибо всем за поддержку, кто поддерживал меня. И терпели этот ужасный звук. Я знаю, как это было хреново. Но что-нибудь буду с этим думать. Пробовать. У меня просто ещё с компьютером проблемы. Винду нужно переустанавливать. Спасибо всем, кто приходил на прошлый стрим. Мне очень понравилось. Я уже об этом говорила. Но стрим, который мы планировали с вами, не произошёл по непредвиденным обстоятельствам. Как обычно у меня в жизни бывает. Если я что-то обещаю, что-то планирую, обязательно что-то произойдёт. Что переменит всё абсолютно. Иногда есть такие вещи, которые нам не подвластны. Но давайте не будем расстраиваться. Давайте не будем друг друга кидаться. В любом случае мы ещё проведём стрим. Однозначно. Потому что мне понравилось. Я надеюсь, вам тоже понравилось. И эта идея просто для обычного онлайн-общения. Довольно-таки неплохая. Но чтобы узнать о том, какие планы на дальнейшее у меня. Подписывайтесь на мои соцсети. В частности, группа ВКонтакте. Все вообще ссылки есть под каждым роликом у меня. А также на баннере канала. Если вы не подпишетесь, вы просто не сможете узнать никак, когда проводится стрим, зачем, что, почему, либо почему он не провёлся. А снимать отдельный мини-ролик для предупреждения, почему не получился стрим, я не смогла. Опять же, бывают разные обстоятельства. Я надеюсь, вы меня понимаете. Ну и, наверное, я закончу этот влог. Я надеюсь, вы остались в хорошем настроении. Надеюсь, вам всё понравилось. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!